Доброго всем дня, друзья, меня зовут Флоки, и добро пожаловать на новенький ролик по игре Last Day on Earth, либо же последний день на земле. В одном из своих прошлых видео я вам обещал то, что скоро буду строить антирейт базу, которая будет защищать мои ресурсы, мои вещички, мои все вот эти аппараты от моих противников. В общем-то, сегодня мы этим и займемся, а также перед тем, как мы начнем, я бы хотел ответить на пару вопросов по поводу вайпа, потому что после того, как я сказал то, что буду строить антирейт базу до обновления, до вайпа, вы мне начали задавать вопросы по поводу именно этого вайпа. В общем-то, я про него вообще пока что ничего не знаю, у меня точно информации нет, я точно не знаю, ребята, что оставят, что будут обнулять, вот реально, у меня вообще ноль по этому информации, и я вот просто не знаю, я играю, я не знаю, что обнулят, что оставят, и вот просто решил до обновления построить базу, если что, после обновления я ее восстановлю, и у меня будет уже после обновления антирейт базу. В общем-то, давайте начнем ее строить, я вот здесь уже подготовил немножечко дровишек, сосновых бревен, сейчас мы начнем строить пол, потому что у меня тут немножечко база, ну, разрушенная после того, как на меня приходили зомби, и также я тут немножечко еще ее, ну, как, начал переделывать, и вот видите, у меня здесь часть от старой базы осталась, вообще у меня база всегда, это моя больная точка была, я всегда ее не мог толком строить, потому что, ну, мне нужно было выбирать именно в центре расположения, а я всегда выбирал то рядом с вот этим грузовиком, который мне сейчас мешает шипы передвинуться стены, то рядом с концом территории, что тоже мне мешало поставить шипы, и, в общем-то, сегодня я вам хотел бы с самого начала посоветовать, чтобы вы строили базу именно в самом центре, чтобы вам не вот эта машина, вот этот вот фургон раздолбанный не мешал, не мешали вот эти вот края вашей территории, чтобы у вас все было замечательно, и вы не делали моих ошибок. Так, пожалуй, для того, чтобы начать, нам нужно разрушить мою старую территорию, я начну, пожалуй, с вот этого пола, потому что он здесь, ну, мне реально мешает, он здесь не нужен, также вместе с ним у меня и стена разрушилась, потом чоппер мы тоже, естественно, переставим, и вот граница моего дома, получается, будет заканчиваться вот этим вот АТВ, То есть, видите, вот этот вот, у него краешек, и вот этот вот краешек, и вот это вот будет как раз-таки окончание моего дома. Здесь мы, получается, все вот это ломаем, конечно, здесь у меня пол второго уровня, но он мне не понадобится больше, потому что я там ничего, по идее, строить больше-то и не буду. Также у меня здесь вот такой вот незамысловатый вход, это для того, чтобы как раз-таки тоже не было рейдов, и когда сломают вот первую стену, там еще будет нужно сломать стены, и так что, ну, не особо будут шансы у тех, кто хочет меня зарейдить. Так, именно пол мне нужно сломать, чтобы сломались и три стенки сразу. Отличненько, так, это мы тоже разрушаем, вот чоппер еще бы сейчас сразу переставить, сейчас возьму для него ресурсы, ну, не для него, а для того, чтобы пол на второй уровень улучшить, и улучшу, чтобы переставить рядом с АТВ. Так мне будет больше нравиться. Вы, кстати, реально очень просили у меня записать ролик про антирейд базу, но на самом деле, мне кажется, то, что построить антирейд базу, ну, достаточно легко. Еще, кстати, была информация по поводу того, что стены, ловушки можно будет ломать с помощью обычного топора, что на самом деле, ну, это реалистично, конечно, но это усложняет процесс того, что мы не сможем защищать свои ресурсы, и нам придется очень часто быть именно онлайн в игре, чтобы нас никто не мочканул. Вот я помню в Rust, когда играл, там тоже можно было, по-моему, топорами, кстати, ломать тоже вроде бы, или какими-то там инструментами вроде бы можно было, по-моему, стены ломать. То есть здесь, походу, решили так же сделать, потому что вот именно в скриншотах прям, ну, вот где сама игра в плеймаркете, например, там прям видно то, что чувак ломает стену, там прям именно видно процесс его, ну, получается такая шкала сверху, и показывает то, что насколько разрушена стена. И он все это делает топором, то есть, походу, топором все-таки можно будет ломать стены, так что, блин, даже не знаю, помогут ли антирейд базы вот эти, которые я тоже буду строить, не знаю, в дальнейшем я, может быть, что-то изменю в ней, но пока что вот я вам сейчас покажу, что я вообще планирую сделать, и расскажу, что я не сделаю, но что стоит сделать, потому что много я тоже сделать не смогу, так как у меня пока что ресурсов на все не хватит, но все, что смогу, ребята, я вам покажу. Так, давайте мы вот эти стены доломаем, и как раз-таки уже можно будет переставлять наш чоппер, и, в общем-то, уже начинать строить стены вот по этим бокам. Начнем, пожалуй, с кольев, я их сразу переставлю, я не знаю, когда пофиксить бак с тем, что сквозь стены меня вот эти колья трогают, так что сразу советую колья вам ставить именно за один блок от ваших стен. Так будет гораздо лучше, и так у вас будет гораздо больше защиты, потому что, видите, у вас здесь сначала колья, а потом к вам, вам еще нужно один блок простроиться, ну, пробежать, и потом только у вас начнутся стены. Еще прикол в том, что вы можете здесь построить еще одну стенку запасную, и все вот эти стенки застроить еще стенками, то есть посмотрите, как это все будет выглядеть. То есть мы ставим вот сюда стенку, потом мы ставим вот сюда стенку, вот сюда стенку, и вот сюда, и так вокруг всего дома, и тогда ваш дом будет реально очень тяжело зарейдить, вот просто реально очень тяжело будет зарейдить. Но можете просто не строить это все, если у вас пока что ресурсов нет, и просто один блок от ваших колев оставить. Если что, вот этими всеми колями я потом дом обставлю, но надеюсь, что будет вайп, и я смогу уже в центре построить свой дом, потому что меня вот этот вот грузовик реально напрягает. Либо пусть уберут этот гребаный грузовик, который я уже давным-давно золотал, либо пусть делают вайп, чтобы я уже в центре карты построил свой новый дом. А так, блин, ну не знаю, меня он реально раздражает, вот просто мешает строить мне нормальный дом. Ладно, давайте по-быстрому сейчас построим здесь стены, чтобы все закрыть. Так, дальше здесь я тоже сейчас колья передвину, самое главное мое ОТВ закрыть. Потому что, скорее всего, как-то все-таки можно будет воровать потом детальки из машин у других, получается, этих, ну, игроков. Ну, вы сами понимаете, то, что вот, например, у нашего соседа есть мотоцикл, там 100% как-то можно будет потом все это своровать. Так, это мы сюда переставим. Кстати, не знаю, как именно, ну, на самый краешек поставить вот, ну, колышко вот это. Вот посмотрите, если я буду ставить на край, то в какую сторону лучше, вот в эту или вот в эту? Ну, вот в эту или вот в ту, которую я показывал? То есть это тоже очень тяжелый такой вопрос, и, ну, с ним тоже нужно будет думать. Ну, а тут сквозь можно спокойненько пройти даже. Давайте сейчас вместе попробуем. Если это так, то это на самом деле не очень классно. Так, а здесь я выйти никогда не смогу. А это я не учел. Блин, я нигде дверь не сделал, серьезно. Ладно, сейчас мы это все сделаем. Дверь у меня будет, знаете, как сделана? Смотрите. Раньше у меня дверь была, получается, здесь вот снизу. Но знаете, как я решу, наверное, сегодня сделать дверь? Сейчас вам объясню. Смотрите. Если мы все-таки будем ставить колье по бокам везде, то лучше всего, наверное, как поступить-то? Если антирейт база, то, скорее всего, лучше сделать вот таким вот образом. Я поставлю сюда еще пол. Давайте, чтобы было симметрично. Сколько у меня здесь блоков? Три. Потом еще три. И еще три. Получается, вот этот вот блок у меня будет для двери. Дальше я сделаю вот так вот. Вот еще поставлю вот сюда. И вот сюда вот в центр. И смотрите, как я поступлю. Я поставлю вот сюда стенку. Вот. Нет, блин, а как сделать-то прям правильно? Нет, знаете, а можно как-нибудь вот так вот противника обмануть. Хотя, блин, он, наверное, 100% догадается, что можно зайти именно с центра. Ладно, тогда мы по этому поводу заморачиваться не будем. Я просто сделаю вот здесь вот стенку. Здесь я поставлю вторую дверь на всякий случай. Дальше здесь я вот так вот сделаю. Потом. Потом, потом, потом. Я поставлю вот сюда вот такую стенку. А сюда я поставлю стенку с окном. Я на самом деле пока что не знаю, как будет потенциал этих окон использоваться. Ну, просто пока что не понимаю. Так, вот здесь мы тоже вот так вот закроем. И сейчас я сломаю вот эту вот одну стенку. Так, давай-ка. Постройка. Это мы сломаем. И сюда мне нужно поставить дверь. Вот так вот сделаю. И вот, блин, вот в этом все меня напрягает только одно. Вот у меня здесь три двери. Их будет очень тяжело сломать. И это достаточно хороший вход такой для антирейт базы, на самом деле. Но тупость здесь в том, что если я буду ставить колья именно вот в эти вот углы, то меня будет всегда задевать, когда я буду, например, выходить с базы или что-то в этом роде делать. Это вот реально очень тупо. Хотя, смотрите-ка, а если я сделаю таким вот образом, давайте-ка попробуем. Если я поставлю вот так вот колья, а получается, если он будет с этой стороны идти, то будет тоже не очень круто. Ладно, здесь у меня проблемы. Потом, короче, с этим придется реально очень жестко разбираться. Если, конечно, баг пофиксит с тем, что сквозь стены эти тупые колья бьют, то тогда будет все отлично. А если нет, то, блин, будет фигово. Тогда, ладно, их вот сюда вот поставлю пока что. На всякий случай. Пусть они тут стоят, но это просто уж пока что для виду. Пока что для виду, потому что еще у меня кольев толком не хватает. Вот мне их тоже потом придется добыть. Вот на один блок вот так вот ставите, чтобы расстояние было. И тогда вас точно сквозь стены ничего задевать не будет, и все у вас будет окей. Но если, конечно, этот баг пофиксит, то можете прямо к стене ставить. Ничего там такого нет. Но здесь у нас один блок от стены, потому что, ну, сами понимаете, я вам говорил, можно строить вот такие вот построечки вокруг всего дома. И тогда ваш дом будет реально очень тяжело зарейдить. Я потом, может быть, без записи это уже сделаю. Хотя вот с этой стороны у меня не получится, потому что, как видите, здесь у меня пол нельзя построить. А, нет, стойте. Здесь у меня пол можно построить. Просто я колья не смогу потом поставить. Вот так что я лучше здесь колья поставлю. А вот, знаете, а тут я могу, здесь я еще не могу. Вот здесь вот я могу. Здесь я уже буду строить. Ну, начиная отсюда, получается, я могу все это построить. Ну, вот, в общем-то, вокруг всей базы я буду строить вот такие вот маленькие кабинки. Блин, почему ты здесь пол построил-то? Совсем, что ли? Потратил просто так мое одно бревнышко. Вот, а вот здесь я уже поставлю колья аккуратненько как-нибудь, но здесь у меня ничего не будет. Потому что, ну, тупой блок, блин, из-за этой тачки я туда ничего не могу поставить. Ладно, в общем-то, давайте сейчас мы переставим наш чоппер. И потом уже можно будет, как бы, ну, достроить вот эти вот кабинки маленькие. Но, на самом деле, вот эти вот кабинки, это реально очень классная идея. Потом, по поводу вашего самого главного склада. Вы его, пожалуй, поставьте куда-нибудь в самый центр базы, потому что, ну, до центра базы, сами понимаете, тяжелее всего добраться. И попробуйте огородить, получается, ну, несколькими комнатами. Может, даже сразу две защиты сделать. Получается, один, одну коробку построить и за ней еще одну коробку. И там в центре у вас уже будет ваш склад. Все ваши важные ресурсы туда скидывайте. Для удобства уже, наверное, ничего не получится использовать. Вот, например, как у меня сейчас. Так-то я все для удобства использую, потому что, ну, блин, ну, сами поймите, мне нужно все для удобства. Так как, ну, сейчас офлайн-версия со мной, ну, ко мне точно никто не прибежит. И у меня точно все будет окей. Так что, блин, пока что напрягаться не стоит. Но когда, скорее всего, будет онлайн, там постоянные рейды, постоянная резня, возня вот эта, там уже по удобству все не расставишь. Там уже, блин, у вас сундуки будут по-жесткому как-то раскиданы, наверное, по всему дому. Вещи в них тоже будут, наверное, раскиданы. Ну, то есть будет, ну, полная жесть. У вас будет все раскидано. Вот реально анархия какая-то там просто будет. Все вещи будут валяться. Вы убили какого-то чувака, все вещи с него быстро в сундук. Потом пошли за еще одним чуваком. И так вот, так далее, в общем-то. Вот так вот у вас и будут проходить каждый день в игре. Так, здесь я обещал, колья, да, у меня будут стоять. Так что, дальше я вот тут вот еще пол поставлю. Сейчас чоппер еще переставим. И вроде бы все. Еще, кстати, видите, то, что у меня осталось дополнительное место немножко. Вы спросите, наверное, для чего оно все. Ну, как вы понимаете, то, что будут с обновлением открыты новые, скорее всего, постройки. И все это туда я буду ставить. То есть, ну, вот видите, у меня здесь еще в центре дома есть вот такие вот вещички, которые именно только ставятся на землю. Так что вы тоже можете так спокойно сделать и будет тоже неплохо. Но, конечно, можете и снаружи поставить и просто кольями обкрутить. Ну, то есть, очень много вариаций построек вот этих вот антирейт баз. Но вот именно моя это то, что строить вот такие вот, получается, кабинки, что ли, с каждой, ну, с каждой вашей стенкой рядом. И тогда, блин, у вас, ну, будет реально очень защищенная база. Вот честно скажу вам. Реально очень защищенная база. Можно еще, конечно, внутрь ставить какие-нибудь другие стенки. Но я это делать не буду, потому что, сами поймите, если там будут окна, то мой противник сразу, наверное, поймет то, что там у меня так и стоят стенки. То есть, ну, это моя тактика сразу будет понятна. Конечно, многие этот ролик посмотрят, и у многих будет эта тактика. Будет понятно, как они защищаются. Но все-таки она, ну, наверное, на самый, ну, вот на самый данный момент она, наверное, самая лучшая будет. То есть, тут придется вам две стенки разрушить, сбоку вы никуда не пройдете. То есть, ну, тактика очень прикольная. Конечно, можно сэкономить ресурсы и сделать, знаете, как поставить только по краям, вот так вот. Вот здесь вот, а, вот прям именно у краешка, вот здесь вот кабинку, там кабинку. И в итоге, ну, реально очень много сэкономится. Так, мой персонаж кушать хочет. Сейчас я его покормлю. Сначала, ой, не то, начал строить. Сейчас стенки здесь вот дострою. И, в общем-то, все, кабинками я точно свою базу закрою. И тогда, ну, количество рейдов на свою базу, наверное, я все-таки уменьшу. Вот, ладно. Кабинками я закрыл, все. Туда я выйти никуда не смогу. Сейчас я быстро покушаю, попью, чтобы все это восполнить. Блин, у меня еще так дерево быстро закончилось. Это жестко, жестко. Все очень быстро заканчивается из-за того, что я, ну, строю такую достаточно мощную базу. Так, сейчас я все это переставлю сразу на переделочку, чтобы у меня наполнялось водой все. Ну, и, в общем-то, у меня еще были доски, так что я сейчас их возьму вместе с камнем. И улучшу, пожалуй, пол для моего чопера. Там 2 на 2, вроде бы, кажется, территорию надо. Так что это все для меня будет легко достаточно. Вот, отлично. Я его поставлю прямо рядом с моим АТВ. Хотя это будет прямо на входе. Как тогда поступить? Может, вот в этот вот уголок его поставить? Давайте в этот угол поставим. С одного угла у меня будет АТВ, с другого угла у меня будет мой чопер. По-быстрому сейчас я все это улучшу. Как раз-таки у меня сразу всего хватает. По одному стаку и вроде бы все. Так, берем мой чопер отсюда и переставляем вот сюда. Разворачиваем его. И вот, кстати, как раз-таки вот так вот он достаточно красиво здесь будет смотреться. Дальше из построек я вот это все удаляю. И потом уже у меня вроде бы такая более-менее база получилась. Но еще раз повторюсь, ребят, если вы будете строить базу, то лучше сразу строить ее в центре карты. Чтобы вам вот эти вот тупые постройки в виде вот этих вот заброшенных грузовиков не мешали. И вот, знаете, вот на 3 блока туда, если я передвинулся бы, то у меня бы... А, да. Мне просто базу надо на 1 блок уменьшить. И еще передвинуться. И тогда будет у меня полный окей. Я бы уже смог кабинками по всей территории все расставить. И тогда бы уже у меня было все нормально. Также в эти кабинки можно, по идее, еще колышки вот эти засунуть. Если, конечно... А, пол убрать-то не получится. А колышки вот сюда я ставить 100% не могу. Давайте проверим. Если это возможно, то будет вообще офигенский. Нет. Сюда вы можете поставить какие-нибудь другие ловушки. Потому что там уж будут их добавлять. И сами потом разберетесь, что туда добавлять. Ну, вроде бы база такая неплохая. И смотрится она достаточно, ну, жестко. Если кто-нибудь на вас будет приходить, то мне кажется, ну, ему будет страшно. Когда он увидит такую громадную базу, которая, блин, вся просто обустроена стенами. Я бы, на самом деле, испугался, если бы сюда пришел. И не знаю, стал бы я ее рейдить или нет. Но еще раз повторюсь, ребята. Если добавят топоры, которые будут рушить стены, то тогда, ну, будет полное мясо. И я не знаю, как вообще можно будет от этого защищаться. Конечно, я точно не знаю, сколько будет топорик там выносить, получается, стен. Прочный стен. Вот. Так что вы стены еще же можете улучшать. И когда вы будете улучшать стены, то лучше улучшайте стены, которые снутри. Снаружи вы можете оставить стены такие, стандартные, чтобы потом уже такой сюрприз был для ваших противников. И они увидели то, что внутри стены еще мощнее. И, может быть, тогда у них уже мотивации не будет дальше пытаться вас рейдить. Они просто свалят. И все. Потому что им и так надоест вот эти вот стены рушить. Там реально, наверное, очень долго придется с помощью топорика целую стену рушить. А потом они еще увидят там каменную дальше стену. И вообще полная жесть будет. Они точно свалят. Ну, в общем-то, база более-менее готова. Давайте попробуем отсюда выбежать. Блин, ну смотрится офигенно. Мне нравится. Так, ну здесь тоже, конечно, можно было бы какой-нибудь колышко поставить. Можно прям полностью обставить здесь все колышками, чтобы прям вот в эту территорию нельзя было зайти. А такой по зеленой территории бац. А, хотя я же не смогу. Здесь все равно пару блоков останется. Ну, не знаю. Может быть, какие-нибудь еще ловушки добавят интересные. Чтобы все было понятно. Растяжку, вот, например, можно будет тоже поставить вот сюда. Но ее пока скрафтить нельзя, увы. Где она была-то? Давайте даже посмотрим. И если все будет окей, то, скорее всего, можно ее прям перед входом поставить. Скорее всего, она для этого, кстати, и сделана, чтобы перед входом ее и ставить. Чтобы я знал сразу, когда ко мне будут мои противники прибежать. Ну, здесь дубовая доска. Она на другой части карты находится. Так что я ее пока что взять нигде не могу. Но если это будет так, то как раз-таки вот здесь вот я перед входом смогу поставить. А тут у меня колышки будут по бокам стоять. И будет очень прикольно. Вот. Ну, с краю я эти колышки ставить не буду. Сами понимаете, буду об них раниться. Это мне не нужно. Так, здесь у меня окошки мои останутся. Пусть будут. Пофиг, на самом деле. И давайте посмотрим сверху на мою базу. Так. Здесь у меня все обустроено. Здесь я колья сделаю. Потом. Дальше. Сюда я ничего, да, не могу поставить. Да, сюда я ничего не могу поставить. Так что мне придется, скорее всего, ставить колышко вот сюда одно. И вот сюда одно. Давай ставь все. Вот. В общем-то, вот в эти два блока придется ставить. А этот блок у меня останется пустой. И вот я не знаю, будет ли урон наноситься противнику, который будет подходить. Но, скорее всего, будет. Потому что ему именно придется стенку рушить. а чтобы подойти к стенке, там будет стоять колышко. Колышко тоже ему придется разрушить. Ну, в общем-то, вот такая вот база. По идее, скорее всего, даже, да, я был прав по поводу того, что именно каменную стену лучше внутри делать, потому что, если, например, прибежит на вас орда зомби какая-нибудь, то меньше она, наверное, разрушит тогда, когда у вас будет именно мощная такая территория именно позади, потому что восстановить будет подешевше именно вот эту вот деревянную стенку, а вот которая у вас внутри будет каменная, ее будет уже посложнее восстановить, потому что там очень дорого все это улучшать, и на самом деле у меня дом тоже достаточно большой, и все, чтобы улучшить, здесь тоже придется очень много потратить ресурсов. Ну, вот я для серии подготовился, я набрал кучу дерева, там целый сундук, и вот вы видите, я просто обустроил дом кабинками, и у меня получается, смотрите, у меня было дерево, вот этот вот сундук заполненный без четырех вот этих вот последних ячейк, и вот что осталось, но это очень мало, это реально очень мало, так что подготовьте дерево для того, чтобы построить такую базу достаточно, вам реально его очень много понадобится. Также камушек еще вам понадобится, потому что вы потом будете еще и пол улучшать, а потом пол еще для АТВ улучшать на третий уровень, там вообще жесть. Ну, пока что третий уровень это максимальный у каждой вещи, ну, вот такие вот дела, ребят, видите, чтобы стенку улучшить, вам тоже понадобится, ну, дофига ресов. Все это придется мне делать, потом все это добывать, но это очень жестко. Ну, вот видите, здесь я тоже хотел сделать стенку на самом деле, и вот выделить вот эту комнату, ну, даже не вот эту комнату, я не знаю, может где-нибудь потом комнату сделаю для деталек декора, потому что я уже практически все подготовил, мы на все вещи декора уже в следующей части посмотрим, а пока что вот я вам показал такую более-менее нормальную антирейт базу. Ну, не знаю, вы можете, конечно, по этому поводу в комментарии что-то писать, если есть что добавить к этой базе, то, конечно, можно будет потом это посмотреть. Но, как вы видите, это, ну, по идее, это обычная коробка. Также еще хотел сказать, ребята, блин, совсем забыл, если вы тоже хотите построить антирейт базу, то неплохой вариант есть у одного из ботов. Сейчас вам покажу этого бота, он находится левее нашего домика, ну, достаточно далеко на самом деле, вот здесь. Вот у него база выглядит очень прикольно. Пока что в онлайн игру не перевели, можете к этому боту сбегать и посмотреть. У него база тоже достаточно прикольная, можете даже попробовать сделать, как у него. Выглядит она тоже реально очень устрашающе, и я бы на такую базу, честно говоря, не пошел. Ну, конечно, я и сейчас не пойду, потому что у него там все кольями обставлено, и мне там жесткий урон просто проходит, когда я туда прихожу. Можно еще, конечно, порядок на моей базе полный навести, и будет вообще офигенски. Ну, было бы неплохо еще в каждую из этих кабин какую-нибудь ловушку засунуть. Не знаю только, какие ловушки будут для этого сделаны, именно чтобы на обычный пол ставить. Тогда будет реально очень прикольно, и, ну, база будет достаточно защищена, и прям вот такая антирейт база полностью будет готова. Ну, а пока здесь нужно наводить порядок, все это делать, и потом уже будет такая полноценная база, прям офигенная, такая большая, много места, для всего хватит. Это у меня еще вещи стоят не все, их там можно и по две штучки, вот у меня только две печки стоят. И, кстати, посмотрите, их можно улучшать. Нифига себе, я и не знал. А, либо это пол. Вот я дебил, это же пол. Ой, совсем уже. Это пол, на самом деле, под ним можно улучшать. Вот я дебил. Ладно, ну, в общем-то, видите, у меня не все вещички стоят. Например, вот сундуков можно побольше, чем у меня стоит. Например, вот этих тоже фиговины, вот этих. Вот это все можно ставить, ну, реально, побольше. Вот душевую, на самом деле, не знаю, сколько штук можно ставить. Вот знаю только то, что печки вот можно две, у меня сейчас максимум стоит. Ну, вот чоппер и АТВ, понятно, только по одному, куда вам два. Ну, и, в общем-то, вроде бы все, что хотел, я вам точно рассказал. Еще раз повторюсь то, что на официальной странице приложения прям там есть скриншоты, где парень просто топором рушит стены, ловушки. Так что в дальнейшем это вполне реально, и нужно к этому быть готовым. Так что, когда добавят онлайн, когда добавят вот эти все рейды, тогда уже вам, ну, придется быть реально очень аккуратным. Потому что эти топоры будут рушить ваши стены. Не знаю, сколько топоров для одной стенки понадобится, но, надеюсь, то, что очень много, и я смогу зайти в онлайн, чтобы меня тут полностью не ограбили. Но будет эпик, на самом деле, в сериях, когда меня будут жестко так рейдить. Я потом буду после этого восстанавливаться, и, блин, ну, не знаю. Потом тоже кого-то тоже можно будет порейдить, тоже все будет, это очень прикольно. Ну, вот вход, видите, тоже три дверьки, не знаю, тоже прикольненько. Надеюсь, тоже противники наши двери открывать не смогут. Будет это тоже все очень классно. Ну, в общем-то, на этом все, ребята. Надеюсь, то, что ролик вам понравился. Вот такую вот антирейд-базу я построил. Не знаю, конечно, много других вариаций есть, как можно построить антирейд-базу. У меня вот типичная коробка с кабинками по бокам. Но эту тактику я лично сам придумал. Я ни у кого ничего не брал. Вот просто перед серией, даже не перед серией, я уже давно думал о такой тачке, ой, думал о такой постройке. И вот именно решил воплотить как в антирейд-базу. И получилось достаточно неплохо. Если бы еще сюда можно было ставить ловушки, и было бы вообще классно. Вот, то есть там, ну, нельзя ходить. Так что точно вот эти колья вам урон не нанесут, и все у вас будет в полном порядке. В общем-то, всем огромное спасибо за просмотр. Надеюсь, вам ролик понравился. Пожалуйста, поставьте лайк, напишите комментарий, подпишитесь на мой канал. Всем огромное спасибо, удачи и пока-пока.